Добрый вечер, в эфире Вести Крачева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Доме правительства прошла очередная 22-я сессия Народного собрания. В повестке пленарного заседания было более 20 вопросов, среди них отчет министра внутренних дел, изменения в республиканский бюджет и другие. Подробнее расскажет наш парламентский обозреватель Мурат Джанкёзов. По традиции заседание парламента начинается с гимна. После подтверждения кворума депутаты заслушали отчет министра внутренних дел о проделанной работе за минувший год. Глава ведомства Александр Мельниченко представил в парламент подробный информационно-аналитический видеоотчет и озвучил основные результаты по ряду направлений деятельности. Депутаты задали министру ряд вопросов и приняли отчет к сведению. К счастью, на сегодняшний день мы можем констатировать, что в республике обеспечена и стабильность, и спокойная атмосфера, тоже благодаря работе Министерства внутренних дел, покращающей Республике, конечно, совместно с другими правоохранительными органами. Значит, министр ответил полно на все те вопросы, которые были поставлены депутатами Народного собрания, которые заранее ему были эти вопросы направлены. Он на все эти вопросы ответил. Считаю, на сегодняшний день взаимодействие должным образом налажено. Внесены изменения в бюджет республики на текущий год. Уточнен объем безвозмездных поступлений на сумму более 140 миллионов рублей. Большую их часть распределили в систему здравоохранения для лечения коронавирусных больных и Министерство строительства ЖКХ на разработку проектно-смертной документации в рамках реализации госпрограммы «Комплекс на развитие сельских территорий». Депутаты приняли проект закон, инициированный заместителем председателя парламента Мусой Экзековым о дополнительных мерах поддержки отдельных граждан. Изучив опыт субъектов Российской Федерации, мы увидели очень хорошие законы, которые действительно очень серьезным образом помогают социально незащищенным категориям детей, детей инвалидов, детей, у которых есть родители инвалиды. Изучив все направления, мы вносим в законопроект новый весь опыт, который есть в России. Парламентарии одобрили еще ряд законопроектов, разработанных в связи с изменением федерального законодательства. Так введена новая статья в закон, которым регулируется проведение публичных мероприятий. Изменения касаются запретов финансирования из иностранных и анонимных источников. Всего парламентарии рассмотрели более двух десятков законопроектов. Мурат Ченкюзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Пятигорской черкесской епархии исполнилось 10 лет. Торжественное мероприятие сегодня прошло во Дворце культуры Черкеска. На таком важном событии присутствовало много почетных гостей. Основная тематика праздничного мероприятия – дружба народов, которой посвятили яркие концертные номера. Аслан Гирюгов продолжит тему. Пятигорская епархия возрождена решением Священного Синода 22 марта 2011 года. За 10 лет созданы кризисные и реабилитационные центры, возводятся православные храмы, уделяется внимание нравственному воспитанию молодежи и укреплению традиций добрососедств на Кавказе. Реализовано немало проектов в миротворческом, просветительском, социальном, культурном направлениях. В Карачаевой Черкесии действует единственная на Северном Кавказе школа с этнокультурным русским компонентом – Святосергиевская гимназия Черкеска, в которой учатся 215 детей. На торжественном мероприятии работа священнослужителей была отмечена грамотами и благодарственными письмами от имени главы республики Рашида Тимрезова. За годы плодотворной, созидательной деятельности она стала надежным центром укрепления веры и нравственных идеалов. Своим духовным служением епархия вносит значительный вклад в развитие социального и просветительского служения, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие этноконфессионального диалога. И от имени народного собрания от себя лично поздравляю с этой праздничной датой вас, владыка, и всех прихожан, всех жителей нашей республики. С приветственным словом также обратился и архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. В своем выступлении он отметил, что основой для плодотворной работы стала дружба народов, ведь Карачаево-Черкесия – многонациональная республика, в которой дружно живут как православные, так и мусульмане. Сегодня моя благодарность всем тем, кто все эти 10 лет со дня образования и восстановления нашей епархии были бок о бок и по-настоящему стали друзьями. Ведь дружба – это тоже удивительное, свойственное, пожалуй, только человеку, добродетель и расположение души. Дружить – это значит в другом человеке уважать и любить образ и подобие Божие. После официальной части на сцене выступили творческие коллективы и отдельные исполнители. В каждой композиции воспевалась красота родного края с ее традициями и обычаями. Завораживало капельное хоровое исполнение. Также артисты читали стихи, посвященные нашей республике. Несомненно, такие мероприятия помогут больше узнать о культуре и религии разных народов Карачаева-Черкесии, что способствует укреплению дружбы. Аслан Гирюгов, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции для лиц старше 65 и для тех, кто имеет хронические заболевания, не носит обязательный характер. Благодаря улучшению эпидобстановки в республике оперштабом во главе с руководителем региона Рашидом Тимрезовым принято решение о послаблении введенных ранее ограничений. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 550 человек. Из них 18 325 выздоровели, 117 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесии Продолжаем выпуск. Эта болезнь не проявляет себя на ранних стадиях при появлении явных признаков. Она может вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход. Речь идет о туберкулезе, день борьбы с которым отмечается сегодня. Как передается палочка Коха, что врачи настоятельно рекомендуют, расскажет Алла Качиева. Она встретилась сегодня с главным врачом Карачаево-Черкесии, противотуберкулезного диспансера Смаилом Байрамуковым. Утром встал больной, позавтракал, он здоровый, у него все хорошо, у него все прекрасно. Он пошел на работу. В обед, после обеда домой приходит, он уже уставший, разбитый, не обращает на это внимание, считает, что это просто работы много было, устал только поэтому и все. А на самом деле, значит, у него уже протекает болезнь. Ночью он потеет. Если бы он ночью померил, вечером померил бы температуру, то температурка была бы 37-1, 37-2, такая субфеврильная температура. У него потом постепенно снижается аппетит, он начинает худеть, у него появляется кашель. Ну и самые грозные симптомы – кровохарка, неядышка. Человек месяцами может не знать, что заразился и болеет. Туберкулез – инфекционное заболевание, в результате чего поражаются легкие. Реже – костная ткань, суставы, кожа, мочеполовые органы, глаза. Передаются микобактерии в основном воздушно-капельным путем. Но есть и вероятность заразиться через вещи больного, через пищу, то есть молоко больного животного, яйца. Если человек испытывает частые переохлаждения, живет в сыром, плохо отапливаемом помещении, также велика вероятность распространения болезни. «На учете у нас вообще по республике 2365 человек. Из них с активными формами туберкулеза 536. Из них выделяющих микобактерии туберкулеза, то есть с открытой формой, 111 человек». Да, цифра внушительная. 2020 год также внес свои коррективы. И, соответственно, возникает вопрос, как протекает болезнь при заражении коронавирусной инфекцией. «Две инфекции, которые усиливают друг друга, и больной тяжело переносит как коронавирусную инфекцию, так и туберкулез. Тяжело лечиться больному коронавирусной инфекцией, который состоял у нас на учете». А еще, добавляет Смайл Хамзатович, переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулеза. Ведь после перенесенной коронавирусной инфекции у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. В этой связи врач настоятельно рекомендует ежегодно проходить медицинское флюоробследование, вести здоровый образ жизни, быть физически активными. А лучшей профилактикой есть и остается прививка БЦЖ для новорожденных, а в дальнейшем и ежегодное проведение реакции МАНТУ. При обнаружении симптомов, не откладывая, нужно обратиться в медицинское учреждение. «Жителям Карачао-Черкесии я бы сказал, вы знаете, любите себя в первую очередь, любите себя. Не забывайте, что вы живой организм, и вам надо регулярно за собой следить, обследоваться регулярно. Если вы будете живые и здоровые, то все ваше окружение, ваши самые близкие, дорогие, тоже будут живые и здоровые. Я вас люблю, я вам хочу всем пожелать здоровья и будьте счастливы». Алла Качиева, Лебастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Повысить безопасность на дорогах помогают профилактические мероприятия, и поэтому их регулярно проводят в республике. Какие транспортные средства проверяли на этот раз и какая оперативно-профилактическая операция проводится в Карачао-Черкесии сейчас в репортаже Аллы Динаевой. Сегодня в Черкесске по улице Ленина автобусы и маршрутки останавливали и проверяли на наличие аптечек, огнетушителей, страхового полиса, путевого листа диагностической карты. Также в рамках оперативно-профилактической операции автобуса сотрудники госавтоинспекции, Ространснадзора, Государственного автодорожного надзора осуществляют контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств и выполнением установленных требований к состоянию здоровья и режиму труда водителей автобусов. Основная задача мероприятия – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с транспортными средствами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и легковым такси. Особое внимание обращается в первую очередь на документацию при остановке транспортного средства, то есть на путевой лист, на прохождение предрессового медицинского осмотра, предрессового технического осмотра. Далее внимание обращается на техническое состояние транспортного средства, на внесение в него изменений в конструкцию данного транспортного средства. Если что-либо не соответствует, соответственно, водители и юридическое лицо впоследствии привлекаются к административной ответственности. Сейчас у детей каникулы и старшеклассникам Хумаринской школы учителя решили показать краеведческий музей в Черкесске и на школьном автобусе они прибыли в республиканскую столицу. Школьный транспорт, занимающийся перевозкой детей, проверили сотрудники ГИБДД и надзорных организаций. Как рассказали сотрудники ГИБДД, вообще подобные профилактические мероприятия проводятся ежеквартально, а в этот раз операция автобус продлится до 28 марта. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Преступления». Редактор субтитров А.Семкин